Игорь Бакалов, аплодисменты, да конечно, конечно, огромное спасибо, вот, и, ну, я могу его назвать Игорек, да, для вас Игорь, Игорь Станиславович, вот, от компании Ашманов и Партнеры, да, он очень много исследований проводит, я думаю, что сейчас ты нам вот все-таки что-то попалишь. Безусловно. Тебе слово, поехали. Всем привет, меня зовут Игорь Бакалов, я представляю компанию Ашманов и Партнеры, если кто-то не знает, мы делаем качественный интернет-маркетинг, собственно, слайд обо мне, и сегодня я расскажу о методологии исследования выдачи Яндекса, но расскажу немного не в том разрезе, как вот Михаил сейчас рассказывал, он все-таки рассказывал в общем больше, я расскажу на конкретных примерах. И разберем мы таких четыре основных блока, это аффилированность сайтов в Яндексе, адалт-фильтр, отключение ссылочного и синонимы. Ну, собственно, определение аффилированности сайтов в Яндексе, тут несколько слайдов про это, если коротко, то аффилированность подразумевает то, что Яндекс знает то, что есть два сайта, они принадлежат одному владельцу, и выдаче по какому-то одному запросу может показываться только один сайт. Интересно здесь то, что официальные позиции Яндекса, с одной стороны, поддерживают существование этого фильтра, но с другой стороны, если вы будете общаться с платонами, они никогда не скажут, что у вас два сайта аффилированы, даже если вы точно знаете, будете им писать, они будут отвечать, что нет никаких аффилиатов у нас нет, у вас все ранжируется, как и должно ранжироваться. Однако, вот если взять два примера, два сайта аффилированных, то выдача, вот можно видеть характерную картину, когда по одним запросам один сайт, по другим запросам другой сайт, и это достаточно типично. Собственно, аффилированность сайта. Если говорить в целом, две проблемы. Первая – это вы знаете, с каким сайтом вы можете, скорее всего, аффилированы. Вторая проблема – это не знаете. Если вы знаете, есть хитрая проверка, о которой я расскажу дальше, если не знаете, то необходимо сначала найти кандидата для этой проверки. Собственно, суть проверки, если вы не знаете, с кем ваш сайт может быть аффилирован. Вы берете вашу семантику и проверяете по всем запросам позиции. Выбираете, где вашего сайта нет в топе, в топ-50, допустим. Затем выгружаете по всем этим запросам серп и модифицируете запросы таким образом, то, что, скажем, первый запрос, двойная тильда, и включаете сайт, находящийся в топ-1. Этот же запрос, двойная тильда, сайт из топ-2. То есть, допустим, у вас было 100 запросов, вы сняли по ним по 7 в топ-10, и у вас случилось то, что надо пробить выдачу по 1000 запросам. Соответственно, вы проверяете и видите, если по каким-то запросам, где вы исключили конкретный сайт, ваш сайт основной прирастает, то, скорее всего, это может быть аффилиат вашего сайта, но надо проверить дальше. По поводу проверок на аффилированность существует в сети большое количество запросов. Я немножко погуглив нашел вот такую подборку, но, к сожалению, это уже в настоящее время не работает. Однако вот есть такой запрос, который на сегодняшний день, буквально два дня назад я его проверял, он работает. Запрос следующий, land.ru, исключаем доменную зону. Тут написано ua, но важно понять то, что не обязательно именно ua исключать. Если у вас, допустим, два сайта в зоне.ru, можно исключить ua. Если у вас один сайт в зоне.ru, второй в ua, вы можете исключить, допустим, com. То есть, исключаете домен верхнего уровня, которого нет ни первый сайт, ни второй сайт. И дальше при помощи неранжирующего ua сужаете выдачу до двух сайтов, анализируемого и которые вы подозреваете на аффилиат. Собственно, пример. В выдаче остается только один сайт, соответственно, это два сайта аффилированных. Еще один пример. В этой ситуации остаются два сайта, соответственно, можно сделать вывод, что сайты не аффилированы. И вот возвращаясь к началу, к ответам платоном. По тем сайтам, где как раз-таки запросы пляшут, и пишешь платоном, что два сайта, может быть, аффилиаты, они отвечают, нет, никаких аффилиатов нету, и все окей. То есть, это важно понимать, что платоны вам никогда аффилиат не подтвердят. Фильтры за взрослый контент. Собственно, две цитаты из сайта company Yandex и из блока Yandex Webmaster. Суть его сводится к следующему, то, что Yandex старается не ранжировать высоко сайты по не порно-запросам, на которых есть порно-контент. Это не обязательно может быть в чистом виде порно-контент. Это могут быть тизеры, это могут быть картинки, это могут быть ссылки на порно-сайты, например. И как его проверить? Есть такой get-параметр family yes. Это параметр из семейного поиска, и если использовать его, скажем, для порно-сайта, для сайта, который попал под adult-фильтр, то он таким образом пропадает из выдачи. Соответственно, если у вас внезапно сайт обвалился, вы можете использовать такую простую проверку и быстро узнать, есть ли на вашем сайте adult-фильтр или нет. То есть верхний скриншот с family yes сайт не находится, без этого get-параметра сайт находится. Что интересно, сайт не обязательно может попадать под него полностью. Под этот фильтр могут попадать отдельные страницы сайта. Опять же, два примера. На сайте 148 страниц в обычном индексе, но, скажем так, на сайте есть xss-уязвимость, при помощи которой в индекс были добавлены две страницы с adult-контентом. И именно эти две страницы попали под adult-фильтр. То есть видно 146 страниц с family yes и 148 страниц без этого get-параметра. Это дополнительный слайд по фильтрам на одинаковые сниппеты. Я вот тут привел для примера, чтобы понять, как можно просто детектировать. Думаю, многие умеют пользоваться программой key collector. Соответственно, там есть возможность задать дополнительные get-параметры к поисковой системе Яндекс. Задаете туда get-параметры, например, family yes или rd0 и проверяете наличие или отсутствие тех или иных фильтров. Так, отключение ссылок в Яндексе. Кто слышал сейчас про отключение ссылок в Яндексе? Поднимите руку. Все слышали? Отлично. Собственно, летом 2014 года Сергей Люткевич предложил хитрую методику определения отключения ссылочного. На серче было несколько статей. Кто слышал про эту методику? Есть, да? Кто такие? А есть такие, кто думает, что Сергею предплачивает Яндекс? Так, двое есть. Отлично. Суть проверки по методу Сергея Люткевича. Находим документ, который не является быстроботовской примесью, имеет сохраненную копию, не содержит ключевые слова из запроса в URL. Дальше в региональной выдаче ищется по анкору ссылки, то есть отображается с пометки ссылку на страницу содержит, после чего меняется регион поиска в Яндексе, то есть, допустим, был LR47 – это Нижний Новгород, на LR213 – это Москва. И если сайт не ищется, то эта методика предполагает то, что ссылочное по данному запросу отключено. Если ищется, то не отключено. Тут вот немного занудной теории, что называется. Общая мысль такая, то что методика позволяет проверить отключение ссылочного только для тех документов, которые нерелеванты в плане текстовой релевантности. То есть нет слов из запроса в теле документа, но есть только в ссылках, ведущих на этот документ. И, соответственно, не учитывается такой тонкий момент, то, что может быть такая ситуация, что ссылки по этой методике отключаются в тех случаях, когда текстовая релевантность нулевая. А вот если она не нулевая, то, может быть, они и работают, а, может быть, и не работают. Вроде как не проверишь. Кто слышал про кворум в Яндексе? Поднимите руку. Мало. Так, ну вот, собственно, это кворум сверху определений. Я, честно, скопипасил у Димы Севального. Его сегодня нет. Дима, привет. Суть в чем? Есть запрос, который состоит из нескольких слов. И для того, чтобы документ нашелся по этому запросу в Яндексе, совсем не обязательно, чтобы там были все слова из запроса. Достаточно нескольких слов с определенным весом больше некого значения определенного. И вот дальше я предлагаю альтернативный немножко метод проверки. Он близок к методу Сергея, но дает совсем другие результаты. Возьмем три документа и запрос купить пластиковые окна. По этому запросу методика Сергея показывает, что ссылочное отключено. В первом документе нет слов из запроса, ни одного. Но есть входящая ссылка, в которой точно есть анкор. То есть купить пластиковые окна. Такая ссылка. Во втором документе есть только слово «купить». А слов «пластиковые» и слов «окна» нет. И на документ нет входящих ссылок. И в документе С есть тоже слово «купить». И все слова из запроса есть в тексте входящей ссылки на документ. Собственно, первый случай, когда слов и запроса нет. Первый скриншот сверху – это региональная выдача по Нижнему Новгороду. Документ находится по ссылке. На втором скриншоте меняем регион на ЛР-213 Москва. Документ не ищется. Второй случай. В документе есть слово «купить» и нет ссылки с таким анкором. С анкором в смысле «купить пластиковые окна». Опять же, мы проверяем. По слову «купить» документ ищется. По слову «купить пластиковые окна» документ не ищется. И вот третий случай, он самый интересный. В документе есть только одно слово «купить» и есть ссылка. И вот если поискать, купить пластиковые окна в московском регионе, то этот документ находится. То есть если в предыдущем случае без ссылки он не находился, то в этом случае достаточно одного слова, которого по идее мало для прохождения кворума, но в купе с ссылкой на сайт, в котором есть все слова, документ ищется. И на мой взгляд это иллюстрирует то, что ссылки работают. И возвращаясь опять же к методике Сергея, я думаю, может быть кто-то помнит, что отключение ссылок и выпиливание НПСов из органики было разнесено. То есть это сначала отключили ссылки в Минске, а потом спустя какое-то время, через пару месяцев, стали пропадать НПСы. И как мне кажется, это такой костыль. То есть все сообщества начало, вот, да никакие ссылки не отключили. Вот видите, НПСы работают. Ну, индексоиды взяли и выпилили все НПСы по тем запросам, где текстовая релевантность нулевая совсем. А вот такой простой финт ушами, документ, который не должен проходить кворум, но тем не менее его проходит. И последний блок – это определение синонимов в Яндексе. Несколько примеров. Спасибо Стасу. Собственно, примеры синонимов человеческие, которые все считают синонимы. Это бегемот, гиппопотам, языкознание, языковедение, помидор, томат, пианино, фортепиано. Что характерно, ни одна из этих пар слов не является синонимом для Яндекса. Собственно, как проверить, является ли слово 1 синонимом слову 2 в Яндексе? Берем документ, который проиндексирован в Яндексе и содержит в контенте слово. Ну, допустим, слово бегемот. Бегемот и не содержит слово гиппопотам. Дальше проверяем то, что этот URL не содержал в транслите или в кириллице второго слова. Нет в анкорфайле этого слова. И чтобы проверить, необходимо, ищется ли этот URL по тому слову, который мы считаем должен быть синонимом. На практике берем слово бегемот и исключаем из выдачи все, где содержится гиппопотам. И находим два URL, в которых нет гиппопотама ни в URL. И проверяем, есть ли слово в ссылках, ведущих на этот сайт. Вот в первом случае по такому запросу можно видеть то, что в анкорфайле слово гиппопотам есть. То есть этот URL не подходит. А во втором нету. Соответственно, этот URL проходит. И дальше сужаем выдачу до данного URL и пытаемся найти там гиппопотама. Соответственно, как видим, то, что синонимом не является. Интересный пример. Несмотря на то, что такой очевидный гиппопотам и бегемот не являются синонимом, синонимом в Яндексе являются запросы блок и жж. На мой взгляд, это немножко бредово. Но если вы проверите, документ, в котором есть слово блог, будет искаться по жж и слово жж будет искаться по блогу. Это была связка слова-слово. Есть еще синонимы вида слова-один, слова-два, слова-три, слова-четыре. Например, отели и гостиницы не являются синонимом, если отдельно искать отели и отдельно искать гостиницы. Слово Голландии и Нидерланды отдельно не являются синонимом. То есть документ, который ищется по Голландии, не ищется по Нидерландам. Но именно этот же документ, который не искался ни по Нидерландам, ни по гостиницам, почему-то в Яндексе находится по запросу гостиницы Нидерланды. На мой взгляд, достаточно странно, но это так. Еще один пример синонимов – это слово-один, слово-два и слово-один, слово-три. То есть, по идее, проверять такие вещи сложнее. Два запроса – цифровое фортепиано и цифровое пианино. Убеждаемся, что фортепиано и пианино не являются синонимом. Первый документ ищется по фортепиано, не ищется по пианино. Найдем документ, где есть вхождение цифровое пианино без фортепиано и проверяем, ищется ли этот документ по запросу цифровое фортепиано. Соответственно, он находится. Но опять же, возвращаемся к форуму. Гипотеза такая. Может быть, цифровое фортепиано и цифровое пианино вовсе не синонимы, а просто вес у слова цифровое такое, то что документ проходит к форуму по этому запросу. Ну, соответственно, убедиться, что это не так, достаточно просто. Находим документ, в котором встречается только слово цифровое, но нет ни пианино, ни фортепиано. И, соответственно, этот документ по фразе цифровое фортепиано не находится. То есть можно сделать вывод, что цифровое пианино – синоним цифровое фортепиано. И несколько ошибок, возможных при определении синонимов. Важно помнить то, что подсветка – это не равно синониму. Пример выдачи по запросу Kemper. Подсвечивается слово «трейлер». Еще есть такой get-параметр no-syn. Соответственно, он тоже не является панацеей в том плане, что есть описанные методики, когда ищем синонимы следующим образом. Задаем запрос, смотрим все подсветки, добавляем no-syn, смотрим, какие подсветки пропадают. И если они пропадают, то мы считаем, что это синонимы. Соответственно, по запросу террасная доска подсвечивается слово «decking». Добавляем no-syn – «decking» исчезает. То есть можно предположить, что террасная доска – синоним слова «decking». Но если выполнить проверку по описанной ранней методике, то документ не ищется. И от обратного террасная доска тоже не ищется, как и под доска «decking». На этом все. Буду рад ответить на вопросы. Раз, два, три. А давайте, друзья, еще раз аплодисменты человеку, который первый раз выступил на большой аудитории. Большое спасибо. Ну, если мы прекрасно знаем, да, там где-то в ноябре проводится конференция от компании «Ашманов и партнеры». Стоимость этой конференции вы знаете, да? А сегодня… Какая стоимость? Ну, там намного больше, чем здесь. Представитель выступил здесь и рассказал то, что, может, будет добавлено уже на «Ашманск», я не знаю, будет ли она или нет. Вопросы, друзья? Чтоб я вот просто, ну, человечка окончательно там… Ну, да, представьте. Здравствуйте, Константин меня зовут. У меня вопрос, так как «Кворум» работает? Если да, то почему он не работает с НПС по Москве? Там у вас пример был, когда было одно вхождение купить, и получается, вы говорите, «Кворум» не должен отображаться, ну, по «Кворуму» не должен быть документ отображаться, выдача, а получается, благодаря НПС отображается. Так почему тогда? Сейчас, секундочку. В самом начале. Как я обещал, 49 слайдов. Смотрите, по поводу «Кворума», да. «Кворум» не обязательно должен проходить только по одной текстовой релевантности. В Яндексе есть такая штука, называется «Монолитный индекс». Соответственно, «Кворум» может проходиться по совокупности текстовой релевантности и ссылочной. То есть, если есть слова в тексте, есть слова в анкорах, и вместе в результате документ может пройти к «Кворум». Что касается вот этого примера, когда документ, он по текстовой релевантности не должен был пройти к «Кворум». О том и речь. Но за счет того, что есть ссылки, он в итоге к «Кворум» проходит. И просто это… Я это «Кворум» приплел для того, чтобы просто было понимание, как это все работает. Но основной посыл в том, что методика, на которую раньше ориентировались, когда для документа с нулевой текстовой релевантностью выполняли проверку, она как бы не очень правильная. Получается, просто тематика документа не попала под отключение, да? НПС по Москве. Потому что Яндекс же зачистил был, а этот документ, тематика, не попала. Вот он благодаря этому показывается, да? Продолжает. Нет, он показывается, потому что есть одно слово. Вот слово «купить». НПС уже ни при чем, просто совпадение. Ну, НПС здесь как надписи нету НПСа. Ну и вовсе есть надпись. Нам не важно, есть надпись НПС. У сайтов Яндекс Каталоги тоже нет НПСа. Спасибо. Дальше не пали. Вопрос от Михаила Слевинского. Миш, ты согласен с коллегой по теме его доклада? Может быть, у тебя что-то есть добавить? Либо, может быть, возразить? Не, а у меня нечего добавить, на самом деле. По-моему, хороший такой добротный доклад. И, в принципе, наверное, многим оптимизаторам будет полезно. У тебя было что-то новое? Наиль, давай, вот ты мне скажи, почему у тебя в руке табличка, там написано SEO Conference Welcome? Я чувствую, мы пока тут выступаем, ты в аэропорту кого-то встречаешь. Спасибо, Миша. Да, вижу, сейчас подойду. Игорь, спасибо за доклад. Степанова Андрея, компания «Идея». Много интересных методов. Меня интересует по синонимам. Вы не озвучили, в статье Сергея Люткевича указывалось так называемые односторонние и двусторонние синонимы. То есть в одном направлении слово может находиться и являться синонимом другого слова, а в обратном направлении оно может не находиться. То есть у вас в этом плане было? То есть это учитывалось? Ну, я от Сергея не слушаю. Игорь, я от тебя добавлю, ты вообще согласен с исследованиями Люткевича? Да, Люткевич красавчик. Ну, честно, да? Серьезно. Окей, продолжай. Я не слушал этого от Сергея, по-моему, это Леша Чакушин озвучивал, то, что вы сейчас сказали. Возможно, я путаю. Возможно. Они два брата-близнеца просто. Не суть. Ну, на самом деле, вот это вот исследование, оно готовилось именно к данной конференции. И у меня нету прямо большой базы, да, вот так, чтобы по синонимам прошуршать. И даже вот те однословники, которые я приводил, скажем, блок ЖЖ, в свое время потребовалось достаточно много времени, чтобы их найти. Тут, наверное, нужна какая-то автоматизация. Из тех синонимов, они не все здесь, которые мне попадались, но из тех, которые я находил, они все были двухсторонние. То есть я не находил таких примеров, когда, условно говоря, цифровое фортепиано является синонимом, цифровое пианино, а цифровое пианино не является. Если кто-то из докладчиков сегодня поделится примерами, будет здорово. И опять же, еще смотрите, по поводу синонимов, такой вот тонкий момент. Документ – это мое мнение, то, что документ должен искаться. Возможно, у кого-то есть мнение, то, что два запроса являются синонимами, но не ищется документ по второму запросу, ну и не ищется. Я с этим не согласен, и я подвел под это свое исследование сегодняшнее. У кого-то могут быть другие позиции. Спасибо. Сергей Торонин, Ремарко. У меня вот по аффилированности вопрос. Аффилированность, она складывается на основании некоторых признаков. Ну, там, телефон, общий хоз, что-то еще. Есть ли такие признаки, которые управляемы извне? То есть, если уточнить вопрос, можно ли искусственно создать аффилированность не твоих сайтов? Вы знаете, я в свое время пробовал даже писать в саппорт Яндекса, когда были два явно аффилированные сайта. Соответственно, у них были контакты одинаковые, они были ни разу не картинками, но почему-то никто, во-первых, не ответил, и ничего не поменялось даже спустя, может быть, месяц. То есть, даже вот если, что называется, постучать в Яндекс, может вообще ничего не произойти. То есть, вот такой пример. Почему оно так происходит? Я затрудняюсь ответить. Но, что интересно, аффилированность даже может быть с доменами на блок-платформах. Допустим, вот у меня есть пример, когда есть сайт на домене второго уровня, есть блок на ЖЖ, и там, и там указаны контакты, и сайты аффилиаты. Спасибо, Игорь. Есть еще вопрос там, нет? Игорь Бакалов, аплодисменты. Спасибо. Спасибо большое. Игорь.